Ну, я сегодня начну с каких-то совсем абстрактных вещей. Значит, первая секция – это обогащенные категории. Для того, чтобы разобраться с обогащенными категориями, нам сначала понадобится мини-кусочек про моноидальные категории. Ну, значит, давайте. Да? Хорошо. Что? Давайте дадим определение моноидальной категории. Значит, вся категория называется моноидальной. Если задан пунктор, который обозначается вот так, из произведения категории на себя в эту категорию. Плюс должны быть еще некоторые дополнительные штуковины. Ну, штуковина номер 1 – это такое единица, значит, единица тензорного умножения. Ну, то есть должен быть задан такой лямбда из, ну, вот этого вот образования, где сюда подставляются все объекты, возможно, из категории С. В категорию С, который, значит, изоморфен тождественному преобразованию, ну, тождественному функтору на категории С. Ну, это какой-то умный способ сказать, что, ну, понятно, что это единица. В общем… Это ты пишешь один, двоеточие, ценоль, то есть, ну, ценоль играет роль единицы. Ну, просто двоеточие – это обычно эквивалент тому, что принадлежит. Да, это и есть принадлежит. Как бы равны? А. Это объект такой специальный. А, понял. А, объект. А, все-все-все-все, да-да-да-да. Все-все, дошло, все хорошо. Спасибо. Ну, мы сейчас приведем примеры и там как бы… Нет, все прекрасно. Да-да, окей. Ну, и, собственно, это, значит, как бы левое… Сейчас точно, да. Значит, у этих вещей есть название, потому что… Как бы… Почему я тут написал… Ну, и тут все то же самое. Вот, ну, значит, лямбда – это левый унитатор. Почему-то на английском он называется, по-моему, вот так, но как-то переводить это на русский как унитор мне показалось не разумно. Унитор. 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 Я не знаю. Да ладно, пусть будет унитатор. Класс. Там просто еще есть как бы ассоциатор, и вот ассоциатор как-то нормально переводится на русский, а почему-то эта штука называется унитор, и я как бы… Я был в некотором шоке. Правый унитатор. Унитор. Ну, и, собственно, этот самый ассоциатор, который я анонсировал… Может, юнитор? Ладно, сори. Типа как юнит, типа юнит. Ну да, нет, на английском это как-то не звучит, просто на русский это как-то не очень переводится. Ну, мы можем попробовать вот так. Унитор. В принципе, я как бы там… Это еще только начало, я потратил свое время с пользой и придумал перевод слов «letching and matching object». Ой, я как раз думала, да, они же… Собственно, они у этого… У Риди там появляются, ну, как бы эти вот… Вот это вот, собственно, этот объект, который… Да. Вот он тоже «letching», а в случае фибрантного «metching», то… Да-да-да, у меня там тоже просто немножко будет что-то про модельную скультуру Риди, поэтому… Я просто для того, чтобы это сделать, я, в общем, изучил, как в русском языке называются различные детали замка, и на основании этого я вывел, значит, новую мощную терминологию. Так, ну, собственно, ассоциатор – это такая фиговина, которая, ну, понятно, преобразует с помощью. Значит, там, не знаю, в общем, у меня начались микро-перодные флешбеки, когда я как бы все это увидел. Ну, потому что там, в общем, тоже все начинается с того, что рисуются какие-то такие диаграммы, а потом их начинают заполнять. Вот. Ну, собственно, ассоциатор-то выглядит вот так. Вот это все должно быть коммутативно. А кто ассоциатором называется? Ассоциатор – это кто? Это А или что? Ассоциатор – это такая вот преобразовыв… Да, прости, спасибо. То есть это преобразование… Преобразование функторов. То есть вот у нас есть функтор из такого тройного товарища сюда, есть другой функтор из тройного товарища сюда, и вот между ними есть преобразование слэш-изоморфизм, которое называется ассоциатор. Ну, так же, как, собственно, вот в этой ситуации у нас есть юнитар или унитатор, который, значит, преобразует вот это вот умножение на единицу в тождественные функторы. Спасибо, да. Я не нарисовал тут вот эту вот самую важную стрелочку. Вот. Ну, и еще там должно быть, значит, два тождества. Значит, первое тождество – это треугольное тождество. Треугольное тождество выглядит вот так, значит. Можно докопаться все же, пожалуйста? Да, конечно. Вот, значит, вернемся к простому унитатору, да. Ага. Унитатор бьет, ну, вот лямбда, да, он бьет из вот такой, значит, это что? Это категория, так? То есть вот из такой категории, да. Вот, да, почему здесь, как бы, почему оно c? Ну, потому что, в смысле, там, как бы, в исходном тексте там вообще не было вот этого обозначения. Ага. Можно просто написать, что у нас есть функтор из c в c, который x отправляет в… Не, как бы, интуитивно я понимаю, просто пытаюсь понять. То есть, когда у нас поняли функторы, они бьют из c в d, оба из одинакового c и одинакового d. А тут, как будто бы, они разные. Ну, на самом деле, нет, конечно, не разных. Ну, вот и в ассоциаторе, да. То есть, вот, у нас как бы как бы есть два функтора, они бьют один из произведений, как бы, где скобочки слева… А! Сейчас, да… – То есть, ну, подकим, это одно и то же, как бы, да, ну, точно, это одно и то же, да. – Есть, а… Сейчас… . Нет… Это просто произведение категории, нет? А! Нет, это одно и то же, да, – непросто Radio yaz. Да. В смысле, это не одно и то же, если мы вместо крестиков поставим. Да, 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 да. Да, 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 спасибо. Да, вот мы все и прояснили как раз. Ура. Я тут это не понимал. Так. Да, значит, ну, треугольное тождество. Значит, я на самом деле испытываю некоторый стыд за то, что я это рассказываю, потому что тут, ну, в общем, много каких-то таксиум, и они не то чтобы какие-то очень мотивированные, но, в общем, кажется, проще это особо не страшно. Значит, и пятиугольное тождество. А будет четырехугольное, сори. Нет. Эх. Ладно, прикольно. Это что-то типа Сташевского, да? Да, 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 вот именно. Я говорю о пиратной флешбеке. Именно что вот это вот Сташевское, вот это вот, оно как раз про то, что этот пятиугольник можно заполнить. Да. Ничего не понятно, но очень интересно. Значит, ну, там его можно заполнить, я помню, что там в каком-то случае. Ну, тут, в общем, я не пишу, на самом деле, что именно тут используется для того, чтобы производить эти мощные перестановки скобочек. Но тут, в общем, видно, что для этого используются ассоциаторы в разных местах. Ну, то есть, ну, просто, грубо говоря, у нас есть последовательность из четырех элементов и трех тензорных произведений. Вот там мы переставляем скобочки всеми возможными способами. Значит, как справедливо и глубоко заметил Миша, это имеет отношение к некоторому человеку по имени Сташев, который заметил, что вот эти вот преобразования, они там происходят, когда мы, ну, как бы вот когда мы эти стрелочки интерпретируем как гомотопии между, ну, какими-то, значит, ну, например, там между петлями. И что, ну, вот там, если мы берем, не знаю, аж пространство петель, то там как бы мы, когда их умножаем, то вот они не ассоциативны, но там между вот этими соседними элементами есть гомотопия. Вот. Ну, и, собственно, собственно, вот такой пятиугольник, ну, и вот то, что сто в том, что диаграмма коммутативна. Так, значит, это было определение моноидальной категории. Значит, вообще-то надо сразу сказать, откуда взялся именно этот вкус определения. Ну, вот я все больше и больше погружаюсь в бездну НКатлаба. Вот это был СНКатлаб. Вот, ну, какие-то релевантные для нас примеры. Примеры, 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 примеры. Там не комментируются никак, почему оно на стаж и тождество похоже, они там что-то говорят про это, нет? Про на тождество Сташева почему похоже? Ну, да, это же не случайно. Нет, мне кажется, нет, в смысле, я, может, я до этого не дочитал, но, в общем... Ты понимаешь, что это просто, типа, разные расставления скобочек, но, может, ну, ладно, ну, неважно, окей. Нет, в смысле, ну, вроде-то тождество Сташева, а не про то, что... Про то, что скобочки... Ну, да, что вот мы скобочки расставляем, это понятно. Ну, в смысле, утверждение Сташева, точнее, про то, что если мы это делаем, по-моему, для петель, то там можно, как бы, продолжить вот эти вот... Да, на пятиугольник, да. На пятиугольник, да. Я, честно говоря, ничего больше не знаю, то есть... Окей. Может быть, там это где-то и написано, я просто не нашел. Ладно, ладно, спасибо, да. Нет, это... Прости, что я, как бы, не могу больше сказать. Вот. Еще извиняю. Ну, хватит, продолжай. Извини, продолжай. Да, вот, ну, собственно, у нас есть такая вот, значит, моноидальная структура на множествах номер раз. Единица, там это пустое множество. Есть моноидальная структура на множествах номер два. Там, ну, единица – это одноэлементное множество. Есть, значит, моноидальная структура на симплециальных множествах. Ну, собственно, она задает... Ну, там тоже есть две, в принципе, структуры. Одна из них не очень интересна. С точки зрения теории гомотопии, по крайней мере. Вот неинтересная структура выглядит вот так. Сейчас. Ну, ну, да. А интересная структура выглядит вот так. Ну, собственно, более общим образом. Если у нас есть моноидальная категория, то на симплециальных объектах этой моноидальной категории есть моноидальная структура. Ну, тут, соответственно, это образование Аэнта – это просто произведение Аэнтова с помощью вот этого, ну, произведения ВЦ, но Бээнтой. Ну, и дальше, значит, ну, там вырождение и грани определяется, в общем, как-то понятно. Ну, единица, значит, это такая штука, где, ну, это просто, значит, единица С в каждой размерности. Ну, собственно, это просто калька, в общем, симплециальных множеств, просто вместо множеств, например, произвольно в недальнюю категорию. Так, есть ли какие-то вопросы so far? Все прекрасно, продолжай. Спасибо. Так, теперь, значит, собственно, обогащенные категории. Ну, или, точнее, обогащенные в моноидальных категориях. Это, на самом деле, это немножко смешно, потому что все вот это вот, значит, слово «облудие» происходит для того, чтобы я мог сказать, что такое симплециальная категория, хотя, вообще-то, я мог это и так сказать. Так что я не очень знаю, насколько мои действия сейчас оправданы. В любом случае, в какой-то момент это надо было осветить. Пусть будет. Значит, пусть. Ну, это лучше, чем, когда я там рассказывал, а потом мы такие, ну, это же обогащенное. Ну, да, нужно пояснить, наверное, один раз. Ну, да, нет, собственно, мне кажется, что лучше даже пояснить не один раз. Я поэтому, собственно, так спокоен, что как бы все равно с одного раза это не запомнишь, и там со 101-го, может, и запомнишь. Значит, пусть камоноидальная категория, тогда, значит, К-категория, С, К-категория, это как бы одно слово, которое обозначает, ну, если это развернуть, то это категория обогащенная над К. Над К или ВК. Inriched. Inriched over. Ну, в общем, не очень важно. Ну, значит, это некое образование, причем важно, что это именно образование, то есть мы не можем сказать, что это обычная категория, где, значит, С0 это класс объектов. У нас задано отображение Ом из С0 на С0. в К. Ну, и, значит, это отображение должно удовлетворять свойства согласованности с моноидальной структурой на К. Значит, удовлетворяющее условие, что у нас есть такое естественное отображение композиции. Сейчас я вообще не знаю, почему я написал допытающие условия. Это как бы еще отдельный кусок структуры обогащенной категории, что вот у нас есть такая, значит, такая композиция, которая действует из ну, из тензорного, ну, из произведения в категории К вот этих вот двух объектов отображения и в третий объект отображений. Ну, в частности, ну, ладно, я сейчас приведу примеры, но я тут сразу скажу, что вот обычная категория это как бы сет-категория, и в сет-категории, ну, просто вот композиция, это обычная композиция, она идет из произведения двух множеств отображений в третье множество отображений. Ну, и, значит, четвертое, что у нас есть единица локальная. То есть, для любого объекта С0 у нас есть отображение ИА из единичного объекта, который живет в К в, значит, вот этот хом-объект категории С. Ну, в обогащенной категории С. Ну, в общем, такое прямое обогащение. А второе условие что означает? Ну, это просто значит, что для любой пары объектов, я так написал по-идиотски немножко, есть вот это хом-объ. И вот это объект, да, хом-объ? Да, это объект категории К. Ну, например, множество, если К равно сет. Да, К-категория это неделимое понятие, что это не категория, это есть категория в обычном смысле, это сразу К-категория, то есть обычного хома у нас нет. Ну, то есть, если там есть какой-то забывающий функтор из К в сет, то, конечно, любую обогащенную категорию можно сделать с обычной категории, но просто, вообще говоря, это не, ну да, это не, не, необычная категория. Спасибо. Ну, и там должно быть, собственно, тождество логичное, которое связано с ассоциативностью. Давайте я их выпишу, потому что... Почему нет? Ом. Боис. Вы, если начнете страдать от того, что я слишком подробно рассказываю, то я всегда готов. Ну, это по сути просто вот мы переносим тождество из моноидальной категории на наши вот эти хомо-объекты. С моноидальной категории. Ну да, то есть все отличие в том, что у нас морфизмы множество не образуют, да? Ну да, да. на самом деле все отличие в том, что они образуются обычно что-то лучше, чем множество. Например, симплециальное множество. То есть там в морфизмах есть какие-то гемотопии. Ну да, да. Ну, собственно, такое вот. Я надеюсь, ты не будешь рисовать старший взгляд в угольник? Нет. только мини-пятиугольник. Теперь нет. Все хорошо. А можно только потом, когда рисуешь, чуть-чуть наверх вернуться на одну секунду? Безусловно. Спасибо, бочки. Если что, извините, у меня тут изменился порядок, в котором я пишу эти хомо-множество. у меня там на верху они были написаны как бы в порядке композиции, а тут они написаны в обратном порядке. Просто я когда переписывал с Санкт-Атлаба, то я, в общем, не везде у меня были консистент обозначения, где-то я подчинился их обозначения. Это произошло. А так, в общем, тут вот, значит, есть, что тут есть? Ну, в смысле, тут есть уже не функтор, а просто изморфикация. Ну, в общем, это теограмма коммутатива. Так, давай вернемся. А, окей, не просто, да, все хорошо, спасибо. Ой, там пишет вопрос, напоминает аддитивную категорию, это частный случай обогащенный вопрос. Сейчас, хороший вопрос. Мне кажется, скорее нет, потому что в аддитивной категории сейчас, аддитивная категория, аддитивная категория. Ну, нет, нет, скорее, скорее, все-таки нет. Ну, то есть, ну, в общем, с помощью обогащенной категории можно получить то, что называется, там, калинейная категория, но, мне кажется, аддитивная категория это что-то большее. Точнее, наоборот, это не обязательно что-то, что вообще имеет на морфизмах какую-то структуру лучше, чем... То есть, короче, некоторые, некоторые аддитивные категории таким образом действительно вроде можно получить, ну, не вроде, а точно. Но мне кажется, что совсем любую аддитивную категорию в этом способе прочить нельзя. Но в целом, ну, да, напоминает, да. Ну, то есть, там вот будут какие-то, наверное, примеры сейчас тоже. Какие-то категории, которые являются там Абелевыми. Ну, на самом деле, я погречил с Абелевым, но дитивным точно не было. Так, ну, еще одна диаграмма. Она связана с единицами. Значит, мы рисуем такое тоже. Значит, такую контактную диаграмму. Ну, вот тут у нас стоит этот левый унитатор, тут стоит правый унитатор, тут стоит все то же самое, наоборот. Хорошо. Вот такие еще, значит, коммутативные диаграммы. Ну, давайте релевантные примеры. Сейчас на Википедии написано, что за пять минут я глянула, ну, в смысле, что это все-таки пичат на дабелевую группу. То есть, почему мы решили, что... Что аддитивные это то же самое, что инвестиции на дабелевую группу? Да. Да-да-да. Там предаддитивные, но как бы, наверное, у них другая технология. Окей. Ну, ладно, это я так. Это я так. Не-не, наоборот, очень хорошо, в смысле. Ну, я просто быстренько прям. Да, Нет, тогда вообще чудесно. Все, супер. Надо, конечно, в инкарь посмотреть, но... Да-не-не, не, ну, если пишут, то я как бы... Ну, значит, да, окей. Ну, да, наверное. Хорошо. Значит, давайте еще релевантных примеров. Вот, собственно, уже возник один релевантный момент. Ну, значит, категории, это просто категории над множествами. Значит, симплициальные категории. Ну, у нас там в какой-то момент, я не помню, было или нет, но, в общем, там есть такое-то, такое, немножко криворукое определение, но, в общем, симплициальные категории это то же самое, что категории, обогащенные симплициальных множеств. Значит, даже категории, чтобы это не значило, это категории, которые обогащены в список комплянцев на целом и числами. Значит, топологические категории, это топологические категории, ну, то есть, категории, у которых морфизм топологический, объекты морфизма образуют топологические пространства. Значит, категории над категорией малых категорий или просто, ну, в общем, я не буду разбираться с логическими вопросами, как бы это не очень важно, там можно какую-нибудь мощность. Сейчас, а про ДГ-категории, ну, то есть, ну, если на примере, да, вот у нас, в ДГ-категории, что у нас есть объект какой-нибудь такой горьи, то есть, это вот наш цепной комплекс, да, или что? Нет, у нас, как бы, что объекты, объекты у нас какие хочешь, а морфизмы образуют цепной комплекс. Это странно, то есть, просто это странно, нет, что морфизмы. Нет, смотри, давай, собственно, сами, мне кажется, сами цепные комплексы образуют ДГ-категорию, я думаю. А, в смысле, что морфизмы между... Ну, да, потому что там градуировка задается с двигами, а дифференциал задается тем, что мы там что-то... Да-да, там на хомах. Да-да-да, ну, хом превращается таким образом в цепной комплекс, ну, это ДГ-категория. Окей, спасибо. Значит, строгое два категория, это категория над категориями, ну, то есть, ну, понятно, там есть один марфизм и два марфизма. Значит, алдеброиды это категория над векторными пространствами над полем К. Сейчас, значит, да, метрические пространства это категории, которые обогащены над решеткой ноль плюс бесконечности и отношения порядка. Ну, малые, малые категории. Это почему? это как? Это почему? Ну, типа, объекты это точки, так, а морфизмы это расстояние. Нет, типа, вот у меня есть два метрических пространства, есть вот морфизм метрических пространств, то есть он сохраняет метрику. Как понять? А, или ты по-другому сейчас? Сейчас, давай, давай. Я не понимаю. Да, хороший вопрос, я, наверное, тоже не понимаю, я стал кучу. Давай, давай разберемся, значит, я тоже подчеркнулся как лабу, потому что, как бы, мне кажется, нигде больше. То есть на морфизмах метрических пространств есть... тут у меня просто произошла опечатка, которая... Метрическое пространство это вот такая категория, обогащенная над вот этой решеткой. Ну, что значит эта категория? значит, то, ну, вот, x метрическое пространство, тогда, значит, точки x это объекта x, если мы смотрим на него как на категорию, морфизмы образуют, значит, морфизмы образуют элемент в 0 плюс бесконечность, то есть это число, ну, вот, если у нас есть x и y, то просто метрик, да, это просто метрик, то шоу. А, значит, тензорное произведение, которое должно быть задано на этой решетке, это просто сложение. Слушай, ну, там же акси-угольника должно быть, там же должно быть. Да, неравенство должно быть. Там должно быть неравенство, Не сложение. Нет, давайте поймем. Что сложение? Типа две точки могут растаять, может, да. Ну, если что-то не Архимедова, там, не знаю. Сейчас, ну, давайте подумаем, значит, чего мы хотим доказать? Мы хотим неравенство треугольника доказать, да? Нет, в смысле, мы хотим, мы тебе говорим не суммы. Нет, мне кажется, там точно сумма совершенно. Ну, надо подумать. То есть, если у тебя стоит хом из x в y, хом из x в z. Да, вы же понимаете, что как бы, что вот это тензорное произведение на хомах, оно не обязательно как бы соответствует композиции, там может быть еще какое-то преобразование дополнительное. Нет, но должно быть ассоциативно. Должна быть, должна быть. Нет, просто смотрите, там как бы композиция, она не... Не ассоциативность, а композиция, да. Да, но просто я имею в виду, что композиция, она не равна вот этому. Она не равна вот этому. То есть, у нас неверно же, что хом из а в b тензорно на хом из b в c равен хом из а в c. У нас просто есть какой-то морфизм сюда. И наличие морфизма отвечает как раз неравенству. А, значит, морфизм это неравенство. Морфизм это неравенство, конечно, потому что это же решетка с таким отношением. Да, да, решетка, да. Ну вот, видите. Ловко ты это придумал. Окей, спасибо. А мы сразу и не догадались. Да, да. Нет, я в смысле, я тоже, я как бы вообще не понял, что произошло. Так, значит, в общем, такой, да, shop-консент. Можно, можно ходить и травмировать людей с махмата вот такими штуками. Непонятно, зачем. я имею в виду, но там всяких преподавателей куда-то жалче. Так, ну да, собственно, мы самый интересный пример с махмата человеческим пространством разобрали. Давайте теперь я скажу по относительной категории. Значит, я надеюсь, я прошу прощения, я надеюсь, я никого не обидел. Мне что-то стало стыдно. Все замолчали. Я надеюсь, кто как-то обидел, что? Я не знаю, где там может своими этими шутками про махмата не слышать. Да нет. Я до сих с тиктока угораю, так что прекрасно. Продолжаем. Ладно. Так, значит, относительные категории. Значит, пусть у нас есть С и W. С это какая-то категория. W это значит, широкая подкатегория. То есть короче, все изоморфизмы лежат в категории W. Все точестные отображения. Значит, все объекты тоже там лежат. Значит, это пара CW называется относительной категорией. Категорией. Значит, пусть вот это вот. Тогда CW называется относительной категорией. Теперь пусть кроме того, если W удовлетворяет свойству 3 по 2, то CW категория со слабыми эквивалентностями. Сейчас покажаются определения... Прости, допиши, пожалуйста. Да, да, конечно. Как отличаются определения широкой подкатегорией и относительной категорией. В смысле, я написал, что пусть CW это пара, где C категория W широкая подкатегория. Тогда CW называется категорией. То есть, например, типа наша категория модельная, если вместо W взять кора слой, это будет относительной категорией. Да, А, окей, спасибо. А, вот, спасибо. Вот, значит, дальше как бы что, будет происходить. Ну, дальше я объясню следующие вещи. Во-первых, значит, что дальше? Ну, первое, что я объясню, это как строить локализацию гусфилда для симплициальных категорий. Это будет, значит, первая вещь. Вторая вещь, я объясню, как построить функтор гамачной локализации из... Что это за символ? Это символ, который я собственно ручно разработал за последнее время. Это гамак. Я уже добавил лофтех, если что. Ого, здорово. Там довольно кривой способ добавления, в смысле, я сделал... Там картинку можно, да, и... векторную картинку, и потом ее можно... Собственно, функтор гамачной локализации из относительных категории в симплициальные категории. И, соответственно, с помощью этого функтора гамачной локализации можно теперь локализовать любую относительную категорию по boysfield. Ну, и в частности, мы построим таким образом локализацию модельных категорий, просто потому, что модельная категория, как мы знаем, ее гомопическая категория, это просто обращение в слабых эквивалентностях, ну, поэтому разумно заменить модельную категорию просто на ее как бы подлежащую обычную категорию и подкатегорию слабых эквивалентностей. Мне кажется, я их обычно в Е обозначаю, поэтому давайте я тут тоже в Е Можно, пожалуйста, я немножко отвлеклась из-за гамак, простите, пожалуйста. Значит, L степени гамак он из относительной категории Из относительных категорий в симплециальной категории. Так, хорошо, и как он бьет? Это я объясню, там есть конструкция. Не, вот ты сейчас просто внизу подписал что-то, я поэтому, ну, то есть, смотрите, как вот это относится к нижней строчке. Да, как это с нижней строчкой относится? А, с нижней строчкой, ну, что вот если это модельная, то из нее можно сделать относительную, просто рассмотрев обычную категорию и подкатегорию слабых эквивалентностей. А, да, окей, да. Тогда это как бы эта информация достаточна для того, чтобы знать все, что нужно про гамакопическую категорию. А, понятно, понятно. Ну, потому что... Из этой относительной такой М и слабой эквивалентности с него получаем новую enriched над симпатичным минусом. Да, да, совершенно верно. И дальше для нее можно прокрутить локализацию Булсфилда, и как бы, ну там, сказав еще, что по расслоению должно быть по расслоению МВМ, мы получим просто, ну, новую модельную категорию. То есть это ровно то, что ты сказал, да? Если категория модель, то это накладывает условия на слабый эквивалент. Ровно то это... А, окей. Спасибо. Так, теперь, значит, как строить локализацию Булсфилда с официальных категорий? Да, у меня нет времени. Значит... Я, честно говоря, я не хочу, конечно, заявлять, что это истина, но я не нашел, в общем, ни одного места, где это написано, кроме письма Павлова. Поэтому я, в общем, да, не знаю. Поэтому источников по этому делу не будет. Эксклюзив? Да, да. Я думал это затехать потом в какой-то момент. Значит, пусть у нас есть симплициальные категории, пусть у нас есть класс морфизмов некоторый. Тогда x, который объект c, это s-локальный объект. Если любого s из а в b, ну, s из а в b, который, естественно, в s лежит, да, простите. У нас есть слабая эквивалентность. Собственно, тут как бы основной пафос этого мероприятия в том, что поскольку это симплициальная категория, то вот это имеет смысл такое говорить. Ну, теперь, собственно, в том же стиле мы... Ой, можно вернуть, пожалуйста. Да. Почему имеет смысл говорить об этом, если категория сенсуальная? Ну, потому что вот это симплициальное множество, и у них есть корректно определенное понятие слабой эквивалентности. А, ага. Ну, там как бы с другой стороны, в общем, мы потом выясним, что там люди давно в этом ковыряются, и поэтому там есть всякие такие кустарные технологии, типа того, что давайте возьмем симплициальную резольвенту здесь, к симплициальную резольвенту тут, и мы получим какое-то симплициальное множество. Но это, конечно, не так удовлетворительно. Окей, спасибо. Ну, в целом, да. Значит, теперь про морфизм. Т, СПФКУ в С1, то есть морфизм в С1, является С локальным. Ну, если, значит, Ом ТХ С ХОМ В Х Ом ПХ Это слабая эквивалентность для любого Х С локального. Вот. Ну, собственно, теперь что мы как бы можем из этого всего сделать? Ну, давайте рассмотрим такую категорию. Значит, пусть теперь у нас есть, значит, R, W, это какая-то относительная категория. Благодаря определению С локального, а до этого определения было С чего? Там было чуть-чуть еще. Это было С локальный объект, а это С локальный Ага. А морфизм. Спасибо. Пока второе. Сейчас, ну, даже, наверное, я не знаю, важно ли это что. Не, наверное, не важно. В общем, пусть это относительная категория. Нет, наверное, важно ли это. Нет, наверное, важно. Можем определить гамачную локализацию этого товарища. Это симплециальная категория. Я пока не говорю, как она определена. Почему все-таки гамачная? Потому что там конструкция симплециальных множеств морфизмов – это гамаки. Гамаки – это как зигзаги, просто там много зигзагов. Забавно. Симплециальные категории. Ну вот, это симплециальные категории. И тогда мы можем определить S-локальные объекты и морфизмы в R как выше. Ну, причем тут важно заметить, что вот у этой гамачной локализации у нее те же объекты. просто у нее теперь нооморфизмы образуют симплециальные множества. Ну, это как бы основной профит от этого мероприятия. Поэтому теперь мы, значит, можем определить, что S-локальные объекты и морфизмы в R, а теперь мы можем определить ну, собственно, локализацию левую локализацию Булсфилда как относительную категорию, где, значит, ну, подлежащая категория та же самая, а слабые эквивалентности это S-локальные эквивалентности. Ну, S-локальные эквивалентности это, значит, S-локальные плюс ну, как бы они должны быть одновременно S-локальными и S-W. Вот, ну, если, значит, R, W получались из какой-то модельной категории, то, чтобы получить локализацию Булсфилда левую как модельную категорию, нам нужно просто сделать так. Нам нужно взять, значит, и сказать следующее, что вот, пожалуйста, значит, в качестве категории дайте мне M, в качестве по расслоению дайте мне по расслоению, которые были в M, а в качестве расслоений дайте мне, пожалуйста, значит, собственно, сейчас только ну, да, дайте мне, пожалуйста, вот такой класс морфизмов, то есть морфизмы, которые удовлетворяют свойство поднятия относительно с а ну, а вот, значит, слабые эквивалентности они определяются как выше, то есть это S локальные пересечь с слабыми эквивалентами. Ну, поэтому, соответственно, тривиальные тоже как бы получаются пересечением просто по расслоению с вот этим. Сейчас, а еще раз, а вот там LSS равняется вот это вот R, S локальные эквивалентности, это что такое, вот сколько написано? S локальные эквивалентности? Нет, вот это все то, что после равенства, что это? Вот это, это относительная категория. А, то есть локализация Bullsfield относительной категории, это относительная категория, в которой носитель это как бы исходная категория, а подкатегория слабых эквивалентностей это морфизмы, которые одновременно с локальные и слабые эквивалентности в исходной категории. Можно поднять, пожалуйста? Да, да. Еще выше, еще выше, еще выше. Ой, да, то есть просто то, что ты сейчас говорил, как это вот, сейчас, наверное, ниже, сори, там, где гамачок, да, вот. Значит, да, значит, берется симплициально, сейчас, что на вход у нас идет? У нас на вход идет относительная категория. Ага, да. Дальше, давай я просто заново напишу схему, мне кажется, полезно, полезно иметь где-то отдельно. Значит, вот еще раз, на вход берется относительная категория rw. rw. По ней строится симплициальная категория. Вот это. Это симплициальная категория. Дальше, мы хотим из этой симплициальной категории понять… С теми объектами, да? С теми же объектами, да. Да, да, окей. Мы хотим понять, какие, значит, понимаем, какие объекты и морфизмы в r являются с локальными. Ну, потому что вот эта категория r, она как бы, она вкладывается в свою комочную локализацию. Морфизм имеется в виду симплициальных множеств уже, да? Да, да, да. Ну, а там, поскольку любой морфизм r, он как бы продолжается до морфизма симплициальных множеств, то это имеет смысл. Значит, продолжается. Ну, в смысле, что… Сейчас другое, он подменяется на другое. Ну, да, да. Что если тут был морфизм в r, то он становится морфизмом и здесь тоже. А, в конструкции будет видно, что оно вкладывается? Да, да. А, окей, окей, спасибо. Ну, вот, дальше, значит, когда мы поняли, что из этих объектов является s-локальными, главное, что мы поняли, какие морфизмы являются s-локальными, то дальше мы, соответственно, понимаем, как устроена новая относительная категория, которая называется локализацией булсфилда, относительной s, относительной категорией r. Вот эта относительная категория, она выглядит как r и s-локальная эквивалентность. Она остается симплициальной или уже нет? Нет, 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 в смысле, еще раз. Мы симплициальная категория была нужна для того, чтобы понять, какие морфизмы в исходной категории являются s-локальными. А, окей. Это как бы такая, ну, такая надстройка, в которую мы смотрим, что-то понимаем, возвращаемся обратно и получаем ответ. То есть это как бы под категория, ну, как бы, сейчас. То есть то, что получилось, значит, эти s-локальные эквивалентности, они являются, ну, морфизмами в начальной категории, да? Да, да. А, окей, спасибо. Покручет забавно. Да. Откуда гамошил? Кто его придумал? Он в книжке написан? Гамак или символ? И то, и другое. Гамаки, по-моему, придумали два эракана. Ну, или кто-то из этих товарищей там вокруг них. А символ придумал лично я. Сидел такой и думал, как бы мне себя развлечь? И потом такой, ну, ну-ка, выдумаю-ка я новый символ. И переведу мальчинка-лайчинка. Да, именно так. Найсов, найсов. Развлечения в современном деревне. Так, ну, хорошо, собственно, у меня, на самом деле, есть некоторые сомнения по поводу того, что вот то, что я тут сказал, это правильно, потому что вообще количество эквивалентностей должно было увеличиться, а не уменьшиться при локализации. Поэтому я, наверное, я, наверное, был не прав. Тут надо просто сказать, что эквивалентность – это эслокальный эмортизм. Ну, это как бы имеет все еще смысл. Я просто имею в виду, что… Ну, понятно, что любая слабая эквивалентность является эслокальной. А вот… Ну, короче, что нам, в общем, нужно считать, что новые слабые слабые эквивалентности – это просто эслокальные морфизмы. Вот. Все. Наверное, так. Ну, это вроде логично, если мы считаем, что как бы… что эслокальные морфизмы – это как раз те, которые индуцируют там, ну, как бы, эквивалентность множества боджетов. А эслокальные объекты – это просто фибрантные замены исходных объектов. Короче, да, вот так вот. Простите, пожалуйста, за эту ошибку. Все окей? Так, а в чем ошибка была? В том, что я сказал, что надо эти локальные морфизмы пересечь со слабыми эквивалентностями, но их не надо на самом деле пересекать со слабыми эквивалентностями, надо просто их все взять. Ну, потому что, на самом деле, слабые эквивалентности, они являются автоматически с локальными морфизмами, просто вот с того определения выше, и поэтому как бы пересекать их со слабыми эквивалентностями – это бессмысленное занятие, мы получим просто обратно все слабые эквивалентности. А почему слабые являются? Ну, потому что, если, значит, если Т – это слабая эквивалентность, то, ну, поскольку вот эти вот хом-пространства или хом-симплециальные множества, они имеют гомотопический тип, который зависит только от гомотопического типа P и гомотопического типа Q, ну, гомотопического типа P, соответственно, гомотопического типа Q, то тут будет… Ну, в общем, да, поэтому как бы автоматически все слабые эквивалентности с локальными, поэтому как бы, ну, понятно, что… Ну, была такая теорема, да, вот с хомами, да, что если там у нас есть отображение, да, слабая эквивалентность, то на хомах тоже будет слабая эквивалентность. Ну, вроде да, да. Так. Хорошо. Давайте мы теперь, значит, погрузимся в мир гамачной локализации. Запрыгивание. Да. Так. Ну, собственно, вот это вот будет происходить по статия функционал комплексус и хоматогикой фьюи. Ну, и я буду ее довольно монотонно рассказывать, начиная с начала. Ну, потому что там нам нужно зафиксировать некоторые обозначения. Значит, раздел 1 и 4. Вот просто вот обозначение, которое мы будем использовать. Значит, ну, во-первых, они считают, что вот эти вот симплециальные множества, они не обязательно малые. Малое симплециальное множество – это множество, это симплециальное множество, у которого в каждой размерности множество. но на самом деле можно считать, что в каждой размерности не множество, а собственный класс. но они должны быть обязательно гомотопически малые, то есть они должны иметь гомотопический тип некоторого малого симплециального множества. Нам это будет важно, а то я боюсь, что это страшно будет, короче. Ну, я просто как бы вошел во вкус теории множества. Ничего не поможет, я боюсь. Может, где-то как-то используется там нетривиально? Да, это однозначно где-то используется. Когда мы построим гомоки, я думаю. А, окей. В смысле, там просто как бы надо что-то из серии, что надо взять, по всем объектам. Сейчас. Может, и не надо? Не-не, надо, надо, конечно. Потому что мы берем там как бы... Ну, там зигзаги, допустим, они же тоже могут образовывать какой-то собственный класс. Ну, потому что там класс объектов, которые лежат между двумя объектами, он, в принципе, не обязательно совершенно и является малым. Правда же? Ух. It's a great success. Да, в общем, значит, вот это вот у нас специальные категории. Ну, собственно, давайте теперь слабые эквивалентности между симпроциальными категориями. Ну, пожалуйста. Пока. Ну, предположим, что у нас есть какой-то функтор между специальными категориями, тогда, значит, вот мы говорим об эквивалентности, если, во-первых, на множество компонент у нас изоморфизм. Что такое множество компонент? Ну, вот мы, значит, оттождествляем. Сейчас, сейчас. Мы реализацию, наверное, какую-нибудь берем. Ну, можно, наверное, это с помощью реализации сделать, потому что можно это и без реализации понять, что-то из серии, что, типа, мы берем, как бы, в каждом классе эквивалентности объектов по представителю. Ну, и должна быть, должна быть, должен быть изоморфизм. Сейчас, нет, наверное, я говорю там, наверное, можно сказать, что, как бы, по симплициальной категории всегда можно взять обычную категорию, ну, конечно, да. Давайте, значит, пиноль от симплициальной категории, это просто, значит, ну, у нее объекты, это то же самое, что ценой, и ноль, сейчас, от x, y, это просто вот эта штука. Да, просто такая вещь, это просто обычная категория становится. Тогда вот это должно быть эквивалентностью категории. Ну, и дополнительно нам нужно, чтобы f на хомах... чтобы это была слабая эквивалентность. Вот. Это пиноль от симплициального множества, это написано там? Да, 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 конечно. Хорошо. А справа ты что написал сейчас? Это, ну, вот это симплициальное множество уже. Ага, да, да. Ну, это тоже симплициальное множество. Ага. Ага. Вот. Ну, теперь, значит, надо что-то сказать про то, как в нашем понимании выглядят модельные категории. Ну, мы, в принципе, все знаем, что такое модельная категория, и я просто, ну... А можно навернуться, пожалуйста? Чуть-чуть, да, вот так. Значит, да, что f шоя – это есть эквивалентность категории. Сейчас, к чему мы хотим определить? Ну, к примеру, две категории симплициальных. Это цель со штрит, и Тим скажет, что такое эквивалентность симплициальных категорий, да? Слабая эквивалентность. А, окей. Слабая эквивалентность симплициальных категорий. Ага. И мы, значит, задаем такую новую категорию, типа, да? Сейчас. А, окей. А справа что написано? Как это соотносится? Там же как бы пенол, без пеноля. Ну, в смысле... Ну, пены, то есть от... Ну, да. Не, ну, только там... Сейчас. Там все равно... Ну, да, либо реализацию надо брать, потому что... Почему? Ну, сейчас, ну, у нас же вот эта старая проблема добрая, что... Репарантных объектов? Да, да, да. Ну, либо вот что ты говорил, Гриша. Ну, пеноль вроде нормально определил, как раз. Не, не, ну... Вот туда. Ну, это бесконечность реализации, да, в общем, не очень. Ну, вроде, вроде... Давайте я просто, чтобы не налажать, я просто посмотрю, как бы, в этот текст, и сейчас я все пойму. Налажал я или нет. Так. Руки, колесо. Секундочку. Так. Ну, да, и слабая генотопическая эквивалентность между синхроническими умсетами. Ну, да, вроде, вроде, вроде правильно. Сейчас, а в чем этого еще раз проблема? Да нет, нет, все нормально. Окей. Лиза? Я пытаюсь понять, строчка с С большой слева и справа связаны. То есть, Ф бьется с С в С, да, а... А, сейчас. Значит, это слабая эквивалентность, если вот это вот, эквивалентность категории. И дополнительно вот... А, а, это... Блин, а, понял. Понял. Да, нет, ну... Спасибо. Это изоморфизма симпроциальных норм. Не изоморфизма, только от слабой эквивалентности. А, окей, да, 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 да. Вот, вот теперь я поняла, что Миша сказал. Все, значит, допросы слабой эквивалентности. Да, то есть все-таки нужно брать геометрическую реализацию. Ну, например, да. А, окей, все. Теперь я поняла. Спасибо. Ну, то есть, наверное, действительно, Миша прав, что если мы возьмем геометрическую реализацию из специальных категорий, и вот они геометрически эквивалентны, то, значит, категории слабой эквивалентности. Так. Возвращаемся. Значит, модельные категории. Ну, тут имеет смысл только сказать, как бы, что у нас за версия Axiom используется. Ну, значит, как бы, М0, она, конечно, биполная, то есть, как в Горсе-Жердине. Значит, М, ну, вот это свойство поднятия, там все понятно. М2 нефункториальные факторизации. Тоже, как в Горсе-Жердине. Ну, значит, немножко, мне показалось, что не вполне стандартно, что сразу просто требуется, чтобы рассвоения были замкнуты относительно пуллбэков. Вот это вот фиговина, это пуллбэк. М4 это то же самое для Корусу-Жердине. М5, ну, тут 3 по 2, ну, в общем-то, все понятно. Ну, 3-4 у нас раньше было, нет, разве? Я, может, что-то путаю. А, это доказывалось? Да, да, мне казалось, что там требовалось что-то, типа, замкнуты относительно ретрактов, а это там было такое, типа, ну, ну, это простое, действительно, следствие. Ну, короче, ну, это такое чисто, по-моему, стилистическое. А, то есть тут нет про ретракции? Да, тут нет ничего про ретракции. Такой-то олд-фэшн, что ли? Я не знаю, честно говоря, чем не руководствуюсь, но вроде довольно понятно, что это то же самое. Так, давайте, значит, будет раздел про то, как 2 РК наведят симплециальные категории. Ну, значит, для этого нам нужно рассказать, что по гомотопическим малым симплециальным множеством. Ну, значит, если у нас х – это необязательно малое симплециальное множество, то гомотопически малое симплециальное множество. Значит, х – это х – малое симплециальное множество. Если для любой вершины х – 0, и для любой n больше либо равны 0, и x – v является малым. Ну, давайте, значит… То есть тут х – вибрантное. Нет, нет. То есть как бы просто… То, что Миша говорил, то, что нужно было, что пьен, чтобы брать нужно, чтобы х – вибрантное. Ну, да, ну, можно… Я просто пытаюсь понять. Если симплециально определять, мне кажется, там не надо никакую реализацию брать. Вот это все мероприятие, его можно провернуть, как бы не апеллируя к тому, что можно реализовать. Вот. Значит, пусть С – это у нас симплециальная категория. Е, В, С – это малая. Симплециальная под категория. А вообще у нас пен не обязан быть малым? Или что? Ну, если само множество не обязательно малое, то да. А, то есть эксцены как бы не есть множество. Да, да. А, окей, точно. Именно поэтому я говорю, что там, если симплециально определять, то не обязательно апеллировать к реализации. И поэтому, ну, не обязательно, как бы… Ну, поэтому мы можем говорить про симплециальные гомотопические группы безотносительно того, что нам нужно думать, что они там имеют отношение к топологическим пространствам. Потому что топологические пространства, они по определению там есть какие-то множества, а тут, ну, можно сказать, что просто вот там классы вот этих вот отображений границ, там, ну, понятно. Окей. Отображение границ симплекса, там, вот это все. Окей, да, значит, симплециальная под категория. Это значит, что, во-первых, E0 у нас множество, и EXY тоже множество. Ну, почему не просто, а малые симплециальные гомотопии. для любых EXY из Я0. Значит, тогда существует малое симплециальная симплециальная D в C. Ну, под категория. Такая, что E содержится в D. И, кроме того, значит, для любых EXY, которые лежат в E, DXY вкладывается в CXY. И вот это вложение является слабой превалентностью. Можно еще раз? Можно сейчас? Значит, что мы хотим? Значит, у нас есть какая-то категория симплециальная, да? Есть под категория. А что дальше? Значит, E0. А, значит, что-то... Я объясняю, что это малая симплециальная категория. Ага. Ага. Да. А, то есть, это как бы вот, ну, какоморфизма, это вот наше обычное симплециальное множество, да? Честно, ты пишешь, EXY это SET малый. Он вьет в наши стандартные симплециальные множества. Да, да, да. Ну, то есть, смысл в том, что, если у нас вот эта вот штука, она обогащена над гомотопическими малыми симплециальными множествами, а не просто над обычными симплециальными множествами, то все равно, ну, на самом деле, ее можно заменить на такую малую подкатегорию, что теория гомотопии будет та же самая. Ты написал где-то, что она гомотопически малая? Да, нет, я где-то не написал. Далее везде. Давайте я ради такой цели сдвинул просто. Спасибо. Ой, сейчас, а можно микрообзор того, что было? Я сейчас немножко отключился. Катса, пожалуйста. Да, конечно, сейчас я как раз тут некуда написать аккуратно. Далее везде сейчас я все пишу. setDeltaCart not homeowner. вот, ну, значит, еще раз, микрообзор, что происходило. Я объяснил, что это гомотопически малое симплециальное множество. Гомотопически малое симплециальное множество это такое симплециальное множество, у которого в каждой размерности не обязательно множество, как бы дико это не звучало, симплециальный класс, если угодно. Такое, что для любой вершины, то есть для любого элемента в градуировке ноль, и для любого n больше либо равного нуля, значит, pn является малым. Чтобы определить, что такое pn, надо, ну, как бы сделать экс-бесконечности. Это категория, что ли? В смысле, какая категория? Что значит, pn является малым? Ну, pn – это класс таких отображений из deltaN в там, что-то там. Я правильно говорю? Нет? Ну, то есть в этой группе может быть очень много этих самых элементов, да? Да, ну, настолько много, что она даже не является как бы множеством, да. Понятно. Ну, с точностью до гомотоки. Тут как бы вот как раз помогает, что нам не надо брать геометрическую реализацию, а мы можем все эти конструкции провести чисто комбинаторно. Ну, потому что там топологических пространств у нас все время множество, получается. А x у нас что такое? Это симплициальная… Ну, это вот такая штука, у которой, ну, в каждой размерности сидит какой-то класс. Сейчас, а почему мы комбинаторный можем только обойтись? Text взять или что? x бесконечно. Ну, да, да. Вот. Ну, дальше, значит, если вот эта штука является малым, то есть, это все-таки множество, то, ну, вот эта симплициальная множество называется гомотопическим малым. И далее везде мы будем рассматривать симплициальные категории, у которых, ну, вот эти множество морфизмов, они являются гомотопическим малыми. Сейчас, а вот зачем нам в каждой размерности один симплекс, или как ты говоришь? Какой один симплекс? Ну, то есть, а, у нас в каждой размерности симплексов какое-то там число, да, такое. класс какой-то, да, у нас класс какой-то, не обязательно множество. Да, их не слишком много, да, но и не слишком мало, ну, понятно. Так, хорошо. Ну, то есть, ну, да, в общем, их может быть очень-очень много, их может быть собственный класс, но с точностью до гомотопии их не очень много. Понятно, да-да-да. Вот, ну, дальше, собственно, я сформулировал вот такое предложение, что если у нас есть симплециальная категория, вот в таком смысле, что там множество морфизмов гомотопически малые, и у нас есть какая-то малая симплециальная подкатегория, то есть, у нее, ну, вот у нее просто множество объектов, это множество, класс объектов, это множество, и, значит, морфизмы тоже образуют множество, это малые, малые симплециальные множества. Тогда ее можно включить в малую симплециальную подкатегорию, такую, что, значит, ну, теория гомотопии, в общем, у них совпадает у Д и у С. Как-то так. Так, сейчас, то есть, мы можем включить, что мы можем куда включить? Е можем включить внутрь некоторого Д, которое само включено в С, такое, что для любого Х и У из Е, значит, симплециальное множество отображений в Д, гомотопически эквивалентно симплециальному множеству отображений в С. Ну, то есть, если, ну, какая-то аналогия с чем это? Я, честно говоря, я не знаю. Мы засунули, да, и у нас как бы сейчас, ну, ладно, это как-то не очень понятно. Ну, я подозреваю, что имеется в виду, что как бы если мы засунем туда какую-то малую подкатегорию и породим как бы ей полную подкатегорию внутри С, то она останется малой. Ну, что-то такое. Ну, то есть, как бы, что мы, когда рассматриваем подкатегорию, нам достаточно работать как бы с ее такой вот минимальной оболочкой, не переходя вот ко всему этому большому страшному С, которая сидит снаружи. О, вот так понятнее. Ну, что-то такое, да. Мы это доказывать будем сейчас? Нет, там написано, что The Proof is straight forward, но я могу как бы на этом месте закончить. А, да, я вот про это игру, что если там дальше, то как-то по смыслу паузу здесь. ложь, которую мы слышим, там, типа там. Я надеюсь, что это допустимо. За пикой ай, например. Типа звездочку просто. О, отлично. Теперь точно. Да, ну, в общем, да, давайте тогда на этом месте можно сделать паузу. Что прикольно.